Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Известный публицист Александр Гильманов в студии. Добрый вечер. Здесь, наверное, уместно напомнить нашим радиослушателям, я думаю, что многие помнят, что Александр в свое время был в активной политике и был, кстати, депутатом Вережеской Думы. И вот, может быть, ситуация в Вережеской Думе, вы сейчас можете смотреть со стороны, может быть, даже оглядываясь на свой опыт. А что сейчас, на ваш взгляд, происходит? Ну, мы понимаем, что коалиция осталась опять в меньшинстве. Многие говорят, что хватит мучиться, может быть, действительно распуск в неочередные выборы. Другие говорят, что это ничего не изменит. Там на год выбирать Думы не очень грамотно. Как вы вообще все это оцениваете? Я оцениваю, что мы, видимо, чего-то не знаем. Потому что есть, нет, ну серьезно. Видимо, есть какие-то договоренности. Потому что иначе можно только сделать один вывод. Они все сошли с ума. Все при том, да? Не все. Коалиция, бывшая коалиция, которая зачем-то ставит свою судьбу под угрозу внеочередных выборов, из которых значительная часть этой коалиции не выйдет. Ну, то есть, их просто не изберут, да? Конечно, их не изберут. То есть, там коалиция до сих пор была из партии Согласия, из партии Честь служить Риде и независимых депутатов. Независимые депутаты обречены, у них просто нет партии. Согласия, видимо, много потеряет, потому что ведет себя очень странно, никому ничего не объясняет. И честь служить Риде, ну она вытручивается, как она может. Но вообще непонятно, насколько у них есть самостоятельный электорат. Потому что они же шли в блоке с согласием все это время. Поэтому единственное предположение, что в ряды так называемой оппозиции затрались предатели, которые эту коалицию высеченную поддержат. Но, в принципе, это нарушение всех разумных правил политики, вот это прекрасно показывает, как действовать никогда нельзя никому. Независимо от направления партии. То есть, прямо можно в учебниках? Прямо можно в учебниках. Во-первых, вся эта коалиция шла по одному списку. И мы же ответственны за тех, кого мы приручили. То есть, уже дневные обвинения бараника и компании, они уже странные. Зачем вы их брали в список? То есть, я сам принимал участие в выборах. И я сам знаю, что очень часто, когда составляются выборы, когда составляются выборные списки, то руководство думает обо всём, кроме такой мелочи, а что этот человек будет делать, если его, не дай бог, выберут. На самом деле, это и мелочь, да? Я понимаю ионию, но это действительно так. Об этом они думают в последнюю очередь. Вот нигде на работу человека не принимают, только на основании того, что в момент трудоустройства он себя хорошо покажет. То есть, вообще хорошо себя ведёт, да. Во всех других сферах существенно, что человек умеет делать по своей специальности. Вот это общая беда политических партий Латвии. Неважно, какого оказывания. Неважно, абсолютно неважно, что всегда говорит, вот, молодой, красивый, хорошо говорит. Или наоборот, ты знаешь, сколько у неё подписчиков в Фейсбуке. Я говорю, а вы посмотрите, какие глупости она пишет, если она это будет говорить с трибуны. Это ерунда! Кто об этом? У неё к нам же... Ты хочешь, чтобы мы никуда не попали? Вот такая логика. И примерно по такой же логике, как я понимаю, составлялся предвыборный список партии Согласия. Но тут и драла роль ещё одна вещь. Тут очень важно было при подборе, так сказать, этих... Кадров. Кадров. Да. Было очень важно, чтобы они были очень послушные, и не дай бог ни во что не лезли. И вот те, которые... И вот тут вдруг выясняется, это тоже очень часто бывает, что эти вдруг послушные, в какой-то момент, поскольку они всё равно заведомо ничего не понимают, в какой-то момент они начинают себя вести очень странно. И вот, ну, конечно, поведение баранника и компании... Вдруг становятся звёздными. Да. Они вдруг о себе начинают много думать. Ведь этот жареный петушок клюнул ещё за полгода до событий. Когда был скандал Рига-Сатексма, то на телевидение ходил баранник как председатель транспортного комитета. И сразу стало видно, насколько этот человек, который этот транспортный комитет возглавляет третий созыв, ничего не понимает. Я хорошо помню телевизионные дискуссии. Вообще ничего не понимает. Абсолютно. Сидит он, рядом с ним сидит тогдашний председатель директора Рига-Сатексма, Андрей Матис. Андрей Матис пятый день так пришёл. Задётся вопрос бараннику. Баранник что-то мычит. Матис отвечает. То есть Матис за пять дней сумел войти в курс дела и разобраться, чем занимается Рига-Сатексма. Баранник абсолютно ничего не понимал. Через месяц закономерно его сняли и взяли нашего с тобой доброго, ну, выбрали на эту должность компетентного человека, Вадима Фалькова, которого мы хорошо знаем по газетной работе и который действительно, ну, пять минут с ним поговоришь и видишь, что этот человек профессор троллейбусного дела, да? Это правда, да. Это правда. Равных ему нет в Латвии пока нет. Ну, проходит ещё два месяца и появилась вакансия вице-мэра. А кого брать? А вот у нас есть баранник. Как будто только что не стало ясно, что этот баранник из себя представляет. То есть это всё было бы смешно? Да, это всё было бы смешно, если бы не было так печально. Дальше следующая ситуация. Весь этот бунт. Я утром рано встал и узнал, что там ночью исключили каких-то депутатов. Я решил вообще посмотреть, что может быть. Я зашёл на Фейсбук одного из них, по-моему, Росликова. И смотрю, они перед заседанием Думы именно вчетвером сфотографировались. То есть вот тогда был составлен заговор. Но суть этого заговора, она очень странная. И никто никому ничего не объясняет. Никто не понимает, почему, чем так плохо баранник, что вот его надо сейчас немедленно выгнать, раз уж он туда собрался, и чем так хорош Бергманис, которого надо туда на его место поставить. Это вещь совершенно непонятная. И из-за этого вдруг сегодня, когда уже этот баранник худо-бедно сидит, и Дума избежала распуска в августе, и Буров нашёл какой-то компромисс, вдруг начинает строить ультиматумы, опять ничего не объясняя. Чем будет лучше для Рижана, если бараника стинут, нам абсолютно никто не объяснил. После этого, значит, бараника стидывают. Он накануне уволил правление центрального рынка. Значит, старое правление центрального рынка восстанавливает. Почему? Зачем? Никто ничего не говорит. И вот при такой работе в Думе, мне очень странно, если партия собирается идти на ближайшие выборы, кто за неё будет голосовать? То есть любой человек вдумчивый, который видит, как эта партия себя ведёт в Думе, безотносительно там хозяйственных достижений, ну такие политики не должны работать. Были достижения? Были достижения в хозяйственной деятельности, это я не спорю. Но были коррупционные скандалы, которые тоже опять никто не объяснил, почему и как, и это Дамотлов меч, который висит. А нельзя ли сделать такой общий вывод? Потому что мы же можем проводить параллели, как себя ведёт оппозиция, которая тоже иногда говорит… Оппозиция тоже плохая. Да, которая говорит так. Вы знаете, ну мы вообще будем срывать заседание. Это те люди, которые ещё недавно кричали, что надо работать в поте лица, а вы там нифига не работаете, извиняюсь за такое выражение. Ты думаешь, что я буду хорошо говорить оппозиции? Нет, я не про это. Я просто говорю о том, что такой вот хаос, который образовался в Рижской думе, мы видим, что и всеми уже начались аналогичные процессы игнорирования вообще воли избирателей как таковых. Вот тут я сошлёшься на мой опыт, о котором ты говорил. Я когда был депутатом, то ничего подобного вообще не было. Большинство… Но была ведь оппозиция и правящая полиция. Была оппозиция, мы были в оппозиции, потом мы какое-то время были в позиции, потом мы были в какое-то время очень странно. Вроде мы в позиции, но мы проводим незаконные какие-то демонстрации в защиту русских школ, которые нам думы не разрешают проводить, и нас за это муниципальная полиция арестовывает. Это была очень странная ситуация, но когда мы… А муниципальная полиция Рижской думе причиняется. То есть, вам за это и наказывают. Да, нас за это и наказывают. Да, это было очень забавно. Но на заседании комитета сидит за столом 10, 12, 14 человек, я не помню уже сколько конкретно, кто-то не приходит, но от 10 до 14 человек. И мы обсуждаем повестку дня, которую представили нам чиновники. И мы действительно все обсуждаем, как будет лучше. И только в каких-то очень остро политизированных вопросах депутаты вспоминают, что они в оппозиции и голосуют против. А во всех остальных, кто разумно скажет, того и слушают. Вот такая тактика работы, она была полностью исключена, я так понимаю, в последние три созыва. Потому что оппозиция, конечно, ведет себя ужасно по-дуракски, но вот в первом созыве, по-моему, еще, как ни странно, это Байба Брока и руководимая ей фракцией Тевземен Бревибой как-то сотрудничала с властью. Теперь просто, с одной стороны, позиция четко показывает, что бы вы ни говорили, какие бы вы умные вещи ни говорили, мы вас слушать не будем, а оппозиция и махнула рукой, никаких умных вещей не говорит, и только выносит всякие популистские идеи, чтобы доказать, какая оппозиция плохая. Вот такая работа в Думе. И поэтому, конечно, эту Думу не жалко, но устраивать выборы на полтора года, это тоже очень странно. Допускать, что придет какой-то администратор от государства, так это же администратор фактически будет представлять оппозицию. Вот зачем вести себя так... В основном даже одну партию. Ну да, 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 да. Поэтому странно, зачем вести себя настолько абсурдно, я не знаю. И даже если действительно с кем-то есть договор, кто-то из оппозиции готов эту, так сказать, коалицию поддержать, не прямым способом, прямым способом опять их будут клеймить позором, а как-то так из-под воль, то это все равно очень неразумно и очень производит отталкивающее впечатление. Да, вот тогда еще тоже такой вопрос, весьма интересный Ну вот Бараник, понятно, что у них есть озлобленность после того, как его сняли. Они собирают эту четверку пресс-конференцию и говорят, что, вы знаете, мы готовы поддержать кандидата от оппозиции, но имеется от правых сил любого. Ну то есть что получается и даже от ТБ Весуатвии? Естественно. Они с самого начала... То есть Бараник возглавляет 9 мая ЛВ по-прежнему. Да, Бараник возглавляет 9 мая ЛВ, а вот Росликов говорил, я не готовился тогда запоминать на полгода вперед, но он, я видел с ним интервью на латышском языке, где он очень говорил, насколько он далек от всех этих русских проблем, да, и насколько неправильно от Путина, и насколько неправильно его смешивать с теми людьми, что там 9 мая крутится вокруг памятника, а поскольку Росликов, по-моему, из этой четверки единственное очень прилично говорит по-латышски, да, то ему очень легко будет стать спикером вот этой группы. Ну вообще, вот что это за люди? Вот Петров, три созыва в Думе. Вот ты что-нибудь запомнил, чтобы Петров чем-то выделился бы? Дубов, про Дубова я читал. Дубов руководитель каких-то атлетических клубов с Москачки. То есть мы представляем себе, какая публика ходит на Москачке, да, тягать эти самые тяжести. Ну он популярный человек среди вот этих товарищей. Вот его взяли в Дум, а тут вот он взял и скурвился, попал под плохое влияние Росликова и Бараники. Ну вот, к сожалению, вот такая, к сожалению, у нас метод... Ну это такая тройкомедия, на самом деле. Такая тройкомедия, да, такой метод формирования политических партий. А вот все-таки завершаем, может быть, этот, если так можно сказать, топик, все-таки такой вопрос, учитывая и твой, опять-таки, политический опыт. Вот не назрела ли такая необходимость? Я понимаю, что и правящие это не поддержат, может, это опасная идея. Но вот мы же понимаем, что у нас, вот то, что ты говорил с самого начала о формировании списка, у нас же пока не одномандатные округа. То есть у нас список формируется по партийному принципу. И получается так, что, ну хорошо, эту четверку исключили. Мы сейчас не будем обсуждать заслуженно, незаслуженно. Что там произошло до конца, мы не знаем, узнали ли когда-то, может, кто-то в мемуарах напишет. Но это случилось. Значит, за ними больше нет партии, от которой они баллотировались и благодаря которой вообще за них проголосовали. Потому что, я так понимаю, там звезд не было среди этих четверки знаменитостей мировых. И получается, что какая-то абсурдная ситуация. Они говорят, а, они что равно. Ну и что, что мы без партии? А мы представляем избирателей. И это ведь не единственная четверка. Там еще вторая четверка, которую тоже там выкинули из партии. Да, может быть, еще появится, не знаю, третья, четвертая четверка. Но ведь это же абсурд. Но по логике есть у нас партийные списки. Депутат был избран по партийному списку. Он изменил партии. Партия его, не знаю, исключила. Он там не выполняет больше предвыбанное обещание. Но продолжает работать депутатом, как ни в чем не бывало, еще создает параллельные фракции. Но что-то в этом абсурдное есть? Создание параллельных фракций, мне кажется, действительно вещь довольно странная. И всеми, насколько я знаю, она запрещена. Но сама идея, что депутат может потерять мандат, если его исключают из фракции, она мне тоже совсем не нравится. Потому что вполне может оказаться, что, особенно при нашей системе плюсиков, что у фракции есть пяти человек, в ней три жулика и двое честных. И эти двое честных начинают серьезно защищать. Ну, двое-трое интересных избирателей, а это двое-трое исключает. И что, они потеряют мандат? Хорошо, придут двое других. И опять попадут честные, следующие по списку. И все эти трое будут исключать всех вновь пришедших честно, пока наконец не появится оттуда-то с конца списка жулики. И тогда они дружно и честно, совместно будут работать. Поэтому мне кажется, что единственное, какой вывод надо делать, надо лучше думать при голосовании. То есть надо большую требовательность предъявлять к тем партиям и к тем людям, которым ты ставишь плюсик. Лучше изучать лучше. То есть надо повышать свою квалификацию избирателя. Это люди не любят. Это люди не любят. Вот буквально сделаем такую затравку перед короткой паузой на рекламу. Вот перебрасывая мостик от Рижской Думы к Сейму, но ведь еще совсем недавно казалось, когда одна маленькая партия, совсем вне парламентская, и еще одно общество запустило вот эту процедуру сбору подписей за референдум о распуске Сейма. Многие, я думаю, что и правящие так пожали плечами и сказали, ну что там они бегают, какие-то маргиналы. Сколько подписей они соберут? Десять подписей самих же инициаторов. Сейчас мы видим, что почти менее чем за неделю подписалось почти 40 тысяч человек. За 40 тысяч, да? Да. И мы почти 40 тысяч. И я так понимаю, что подпись это легко сейчас поставить через интернет-банк. И если сначала правящие вообще на это не обращают внимания, то сегодня начался обратный процесс такой паники. И уже Равис Дзинтлс, начиная вся эта история про руку Москвы, вы же понимаете, что за этим стоят какие силы. А если вдруг действительно будет распуск, кто сейчас возьмет власть в стране? То есть, видимо, действительно, есть испуг? Нет, есть испуг, да. Но я бы не преувеличивал эффект вот этих 40 тысяч. Нет. Потому что сборы подписей, я участвовал в сборах подписей. Они сначала, любые, даже на монобалу. Сначала идет хорошо. Сначала все идет очень хорошо. Люди откупоривают шампанское. Да, да, да. Первые тысячи собираются. Вдруг бац, останавливается. Потом есть другая вещь. Если в это дело вкладываются деньги, то рано или поздно общество раскичегаривается и начинает активно подписываться. Так вот сейчас пока еще деньги в это дело не вложены. И не очень понятно, кто эти деньги начнет вкладывать и кто эти деньги готов вкладывать. Поэтому пока не надо преувеличивать. А вот сам эффект, сбора подписей, это такая интересная вещь. Мы живем, я не знаю, я, может быть, мало понимаю в политике, но мне трудно сказать, что этот Сейм настолько уже хуже, чем все остальные. То есть он, конечно, нехороший. А что, раньше были хорошие? Тем более они только год проработали. Да, они год проработали. Нет, они, конечно, сделали фантастическую глупость с этим законом. С законом и медиками, да? Да. Но обещать медикам платить такую-то зарплату, не зная, какая будет доходная часть бюджета. Заранее. Заранее. В общем году. Абсолютно не важно. Я только один помню исторически. Вот я постарше, я помню еще. Я был маленьким, когда объявили, что нынешнее поколение советских людей, будут жить при коммунизме. Никитич Сергеевич, по-моему, говорил. Да, я еще помню, вот тут недалеко, где магазин «Орбита» был, был такой огромный лозунг с этим, с нынешним поколением. Да, в 61-м году объявили. Но, опять-таки, из-за этого в 80-м году говорить, все, ребята, коммунизм, тоже было бы довольно глупо. И как-то люди снисходительно отнеслись к тому, что когда-то обещано. Точно так же здесь. Да, они сделали ужасную глупость. И, конечно, это плохо о них говорит, но только на этом основании говорит, что они хуже других. Вот тут надо другого человека похвалить. Вот этот господин Керес, да, это, конечно, очень хороший политик, фантастически успешный. И как он поднял эту историю? Потому что, опять, если мы объективно посмотрим на дело, то медики живут не хуже других, мягко говоря. Да, вот мы привемся буквально на пару минут рекламы и потом продолжим, может быть, с этой темой. Добрый вечер. Еще раз, Александр Гильман у нас в студии. И вот мы остановились в такой моменте, что вот СЕИМ совершил вот такую глупость с этим законом о финансировании здравоохранения, пообещав каждый год прирост на 20% заработной платы медиков, начиная от врача и заканчивая санитаром, и не предусмотрев на это вообще финансирование. Но вот профсоюз медиков пытается, я так понимаю, максимум из этого выжить, если так можно сказать. Ну, я, по-моему, я уже сказал, что вот этот господин Керес, о котором я раньше мало что слышал, оказался очень талантливым политиком и очень талантливым руководителем своего профсоюза. Потому что проблемы есть у многих, но он добивается реального. Но если мы вообще говорим о медицине, она финансируется не так уж плохо. И тут, наверное, надо какие-то не столько заливать все это деньгами, сколько придумывать какие-то внутренние меры по перераспределению. Ну, что можно и 2 миллиарда заплатить, а может не толк, да? Да, потому что, например, строятся такие роскошные корпуса, как вот в больнице Страдания, на что-то можно меньше тратить, на что-то больше. То есть это внутренняя проблема здравоохранения, а не внешняя. Кроме того, есть еще проблемы, надо разделить, проблему зарплат. То есть если речь зайдет о зарплатах санитарок, они получают минимальную зарплату, но они никуда не денутся. Если есть в стране минимальная зарплата, то кто ее должен получать, как немолодая женщина без образования, которая делает очень неприятную, но достаточно простую работу. То есть вряд ли это проблема. Есть проблема медсестер. Медсестры решительно получают мало, медсестры решительно очень массово уезжают за границу. Тут надо думать о нашей системе образования, потому что уезжают молодые медсестры. которые получают бесплатное бюджетное образование. И стипендии. И стипендии. То есть на это тоже уходят государственные средства. Может быть, надо сэкономить бюджетные деньги? Потому что ещё лет 10 назад был такой очень толковый министр Тилис, министр образования, который предлагал достаточно простую систему. Мы его съели очень быстро. Его съели, потому что умный человек попадает в политику. Он предлагал очень простую систему. Во-первых, никакого бюджетного образования нет. Все платят за образование. А медицинское образование очень дорогое. Во-вторых, никто не платит из термана ежемесячно, потому что всем даёт тредит государству. Или государство гарантирует тредиты, которые даёт частные налоги. А потом они уезжают в Германию, в Англию. В-третьих, тот, кто остаётся работать в Латвии, пусть даже не по специальности человек может потерять, но который платит ежемесячно в Латвии налоги, примерно за 5 лет с него этот тредит списывается, он ничего не должен платить. А вот тот, кто уезжает в Германию, затем следом идёт исполнительный лист и дорогое платит своё обучение. Это, во-первых, система, которая, мне кажется, абсолютно справедливой, потому что в большинстве стран мира капиталистических вообще не знают такой вещи, как бесплатное образование бюджетное. А во-вторых, она приведёт к тому, что молодёжь не будет уезжать. А потом, когда человек уже 30, и он уже обзавёлся семью, это уже не... То есть проблема утечки медиков, вот таким способом можно было бы решить, не вбрасывая огромные деньги. Вот завершаем, может быть, тему возможного, не знаю, распуска, не распуска сейма. Но вот, по крайней мере, многие русскоязычные обратили внимание, что если предыдущий сейм был достаточно национистически настроен, то этот уже превзошёл все предыдущие парламенты, потому что сейчас что ни неделя, то новая какая-то инициатива, ну, по существу, направлена на окончательное выдавливание русского языка. Если я чуть-чуть преувеличиваю, ты меня поправь, но вот мы же видим, сейчас очередной закон, уже в семье прошёл первое чтение, где нельзя будет буклеты, рекламы бросать, к примеру, на двух, на трёх языках. Но это какой-то вообще нонсенс. Притом, это ограничение будет касаться не только, там, не знаю, госучреждения, а частный коммерсант, который хочет там о чём-то проинформировать, там, не знаю, жителя, он пишет большими буквами на латышском, и дальше пишет там на русском, на английском языке, мы же в европейском слое живём. Нет, теперь это будет нельзя. Я, по-моему, читал в этом проекте ещё в прошлом семья, если я не ошибаюсь. Да, тогда его заморозили. Заморозили, вот сейчас его подняли. Ну, может быть, он пролежит ещё. Тут, кстати, мы забыли одну вещь, которую я хотел сказать, о феномене сбора подписей. Их же собрали на праздничек. То есть, народ же у нас патриот, как он видит Инару Мурнице, которая в своей речи праздничной, там, кажется, 18 раз произносит слово Волода, так он сразу набирает Латвию ЛВ, и подписывается за то, чтобы никогда эту Инару Мурнице не видеть. Вот это, между прочим, я думаю, один из тех факторов, которые привели к тому, что именно в праздничные дни был очень большой всплеск. Это я сразу вспоминаю. Это было несколько лет тому назад. Одни из первых выборов Латвии, в Европарламенте. Ну, и репортаж, и журналистка идет очередь большая в Европарламенте. Ну, где-то нашла она участок, где было несколько человек. И она подходит и там спрашивает, ну, если не секрет, там, за кого вы голосуете. Ну, многие не называют фамилию, говорят, там, партия или еще чего-то, да. А одна называет там известного врача, которая была министром здоровья, да. Значит, а она не была заметной фигурой в этом списке, да. И она так удивляется, она говорит, ну, а извините, а почему ведь за нее? Вы знаете, говорит, я хочу, чтобы она уехала из Латвии. Да, так что вот это как раз... А, то есть министры за вахранник. Да, чтобы она уехала из Латвии, поэтому они готовы даже проголосовать в Европарламент. Поэтому вот это вот как раз из той Сирии, о которой ты говорил. Еще все-таки вот раз мы уже... Я помню похожую историю. Одна дочка моих друзей, тогда ей было лет 17, она уговорила родителей, чтобы они голосовали за определенную партию и вычеркнули из списка, учителя ее. Потому что она очень не хотела, чтобы он стал депутатом, а продолжал бы ей. Вот она, девочка, была восторжена, влюблена в этого учителя. Она хотела, чтобы он... Его избрали, чтобы его голосовали. Да, чтобы за партию голосовали, его выучеркнули, и он оставался бы учителем, а не уходил в Думу. То есть это противоположное. Это противоположное. А здесь, чтобы мигрик было. Да, да. Насчет национализма. Разница ведь вот в чем. Фактически националистических депутатов стало в несколько раз больше, потому что если раньше была одна националистическая партия в ВИС-Латвии, то теперь... К ним присоединились новые консерваторы. К ним присоединились новые консерваторы и достаточно националистическая партия КПЛВ. Как я понимаю, те депутаты, что перешли в оппозицию, они вроде не проявляют себя как националист. Но есть еще и зеленые крестьяне, которые в принципе втихаля, хоть они в оппозиции большинство этих инициатив поддерживают. Да, но тут еще вещь такая. Они же... Конкуренция. Мы же знаем теорию капитализма, что конкуренция, она несет благо. То есть в деле национализма конкуренция тоже очень помогает. Одни думают, вот мы это, а мы еще это, а мы еще это. И вот так это все идет по нарастающей. В этом смысле решение Конституционного суда для тебя не было сюрпризом. По поводу частных школ, потому что многие думали, что государственная школа – это одно, они получают госфинансирование, все-таки частные школы – это другое. Люди думали ошибочно. Потому что люди исходят из того, что есть какие-то правила и законы, которые должны распространяться на всех. Если какой-то человек... Ну вот люди думают так, депутаты же они такие лопухи, да? Они, ну, профессии у них толком нету, они попадают в выборный орган, и они так... И всякие глупости чудят, да? И всякие глупости чудят. А вот тут профессионалы, специалисты... То есть, что он в суд, да. Причем специалистам-то особо им быть не надо. Отрываешь рамочную конвенцию по национальным меньшинствам, статья 13-я. Там все написано. Там все написано. Ну, люди имеют право... Учреждать. Учреждать, да. Медицинские имеют право учреждать... За свои деньги, да. За свои деньги. Все. В этом вопросе как будто бы все ясно. Нет, не федеральный конституционный суд решил иначе. Так вот, моя мысль, которую я, в принципе, вот я недавно статью просто на эту тему писал. Это мне сейчас... Ну, она свербит меня так сказать. Я ее хочу тут тоже выставить. Что идеология выше специальности. То есть, если человек... Трижды юрист. Трижды юрист. Да. Но при этом хотя бы один раз фашист. Ладно, не будем говорить очень грубо. Почему-то люди не любят, когда говорят фашист. Ярый националист, то он всегда свои юридические, огромные знания, он всегда подгонит под свое националистическое мировоззрение. И вот госпожа Земелы, она же 10 лет была судьей Европейского суда, два срока отбыла. Она профессор по правам человека в нескольких университетах. Она член-корреспондент Академии наук. То есть, это очень маститый юрист с авторитетом в этом юридическом мире. Но ее убеждение, что русский язык надо давить, давить и давить, и он не должен не иметь никакой роли в Латвии, они выше этого. И она, поскольку она сильный юрист, то она придумывает всякие языковыеки. Я не настолько юридически грамотный. Но я думаю, что она сделала все, чтобы это решение было труднее спорить в Европейском суде по правам человека. То есть, она его хорошо разработала. И вот тут, кстати, тоже можно вернуться к этому, к праздничку, что это тоже была вот такая смешная советская традиция, да, ну, стать на трудовую вахту к очередной годовщине Октябрьской революции. Вот тут тоже к дню рождения Латвии нам такую вещь сделали. Я допускаю, что в какой-то степени осознанно. Вот им было приятно, что они так ещё ужали этих плохих людей. Хотя, с другой стороны, тут, может быть, даже можно и как-то и злорадствовать, потому что столько детей учатся в этих частных школах. То есть, решить проблему для ничтожного количества человек и всех остальных оставить наедине с этой проблемой, это, может быть, тоже было бы неидеальное решение. Сейчас, по крайней мере, для всех всё ясно. Хотя, конечно, с точки зрения бизнеса это всё ужасно, и, наверное, та часть частных школ будет закрыта, но в такой стране живём. Вот тут я хотел привести пример, который почему-то не очень популярен, но это в этой же сфере, и это всё объясняет. В довоенной Латвии был президент Альберт Твесис. Он два срока был президентом страны, но, в общем-то, ни в чём плохом не был замечен. Вот сейчас, недавно, когда наш новый президент Эдил Левиц произносил свою инновационную речь, он вспомнил, что Дота Водер стать президентом, Твесис был судьёй, и, таким образом, его юридические знания ему помогли стать хорошим президентом. Потом, правда, этот гарант Конституции, он слова не сказал против улманистского переворота и был ширмой для диктаторского режима улманиста, который попрал Конституцию. Но ещё интереснее его трудовая биография в самом конце жизни. Он при нацистской оккупации работал руководителем юридического департамента этого управления Остланд. То есть, это, так сказать, область в составе рейха, и там, естественно, в управлении необходим юридический отдел для того, чтобы контролировать, чтобы распоряжение вот этого облсполкома, так сказать, Остландского... Выполнялось. ...не выполнялись, чтобы они не противоречили государственным законам рейха. И с этим господин Квесис тоже прекрасно справился. То есть, он, значит, с одной стороны был, значит, демократически избранным президентом свободной Латвии, а с другой стороны верным слугой фюрера, который очень тщательно следил. До последнего дня он эвакуировал свой департамент и при посадке на пароход умер от инфаркта. То есть, до последнего дня на трудовом посту находился. В августе 1944 года. Но если бы не умер, то он бы, видимо, эвакуировался в Германию. Он бы, конечно, эвакуировался в Германию, там бы ещё что-то, где-то чем-то управлял бы. Ну, было всего 63 года, то есть на заслуженном отдыхе дожил бы, никто бы ему слова не сказал и так далее. Поэтому вот этот случай и на этой земле, это то же самое. То есть, вот такая она есть. Почему я про земле всё это знаю? Было с ней забавное интервью, она всё говорила, какие-то разумные вещи. И вдруг она сказала то, что её ужасно поразило и возмутило до глубины даже. Представляете, говорит, я приезжаю в Латвию, уже постоянно жить, и заключаю договор с компанией кабельного телевидения. А там, о ужас, российские телеканалы. Вот что бы сказал какой-то простой фашист? Я почувствовал сильное мерзение, отвращение, возмущение. А Земля сказала нет. Это же друбейшее покушение на ядро Конституции Латвии. Вот как можно истолковать Конституцию, что сам факт того, что частный производитель телевизионного контента решил, учитывая интересы других тележрителей, включить туда российские каналы. Вот Земля отреагировала так. Ведь это, как говорится, только бизнес. Если бы были турецкие каналы, он бы включил только турецкие, китайские, только китайские. При том, что понятия ядро в Конституции нет, такого слова «кодулс» там нет. И ничего там про кабельное телевидение не написано. Но она сразу, как будущий председатель этого суда, она сразу истолковала, если сегодня каким-то образом это дойдет, кто-нибудь обратится, каким-то образом до Конституционного суда, например, запретят эти каналы. Кто-то будет оспаривать. Да, провайдеры работают. То, в принципе, понятно, какой будет результат. Да, 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 понятно, какой-то будет результат. Именно поэтому, зная уровень этих людей, которые в этом суде заседают, было трудно ожидать другого решения. Да, ну вот есть такой, может быть, риторический у меня вопрос. Я пытался узнать, я не нашел никакой другой страны в мире. Ну, не знаю, может быть, где-то в Африке какая-то страна. У нас много государств. Где бы в частных школах государство говорило, так, вот слушайте, вот на этом языке вы должны преподавать физику. Ну, я утрирую, на этом математику, на этом труд. Ну, физкультуру, ладно, можете преподавать еще на своем языке. В частном, в частной школе и колледже. Я такого не нашел. Ну, как мы знаем, мы пошли же дальше. Теперь, к примеру, лекции в частном вузе за свои деньги иностранцы даже на русском слушать не могут. Да, это дело еще не дошло до Конституционного суда. Дошло, но решение будет в феврале. Да, вот с интересом будем ожидать, что решит Конституционный суда. Неужели мы будем Париж заключать, или это опасно? Я не буду. Можно проиграть. Нет, ну, может быть, будет какая-то революция и сменится состав Конституционного суда. А так, в принципе, они скажут, что действительно нечего на русском языке слушать лекции. Это же не язык Евросоюза. А, действительно. Поэтому это не можно, это соответственно при том, что когда аналогично украинская реформа проводилась, там же Вендрия очень сильно защищает права этничных вендров Украины. И тогда, чтобы вытратиться из этой ситуации и все-таки насолить только русским, то сказали, что на языках Евросоюза будет дольше. Можно. На венгерском можно? Немножко дольше, да. На венгерском, на болгарском, на уменском. На три месяца вы еще поучите на своем языке. На три года. На три года, да. На три года. Но венецианская комиссия сказала, что это дискриминация. Там еще забавно, под дырячую руку... Но там все-таки наши люди, не все проникли в венецианскую комиссию. Ну, это другое дело. Еще все впереди, да? Там забавно получилось. Там под дырячую руку попали молдаване. То есть, на Украине есть молдавские школы и румынские школы. Мы же знаем, что это язык примерно один и тот же. Ну, молдавский язык... Там диалект отличается. Да, молдавский язык, ну, это на... на кириллице, а румынский на латинице. И изначально, в советское время, наверняка, все эти школы были на кириллице. Но те более шустрые, которые обозвали эти школы румынскими, и они перешли на латиницу, а им можно, а не Евросоюз. А молдаване не Евросоюз. Этим бедным молдаванам придется... Не сориентировались. Не сориентировались, да. Ну, в принципе, мы этот опыт изучаем. Да, да, конечно. Нет. То, что Украина... Вот, кстати, ты говорил, нынешний сей более националистический. Но Украина есть. Украинское влияние, оно очень сильное. То есть... Мы думаем, что мы на них влияем, а оказывается и наоборот. Нет, ну, конечно, они все время, они же стремятся в Евросоюз, они все время говорят, вот какие молодцы прибалты, как они хорошо все сделали, как они удачно лишили гражданства. Да. Да, вот всякие... А у нас еще не граждан, пока нет, говорят они. Да, у них нет граждан, и непонятно, кого и как лишать. Вот сейчас есть идея, что лишить гражданства жителей Донбасса, если Донбасс включится на Украину. Прожил три года в Донбассе, или шесть лет в Донбассе прожил. Все, проходи натурализацию на украинском языке. Такие-то идеи у них в этом отношении есть. Но на самом деле, я думаю, что влияние Украины, вот это абсолютно наглое, хамское навязывание национализма, оно довольно сильно влияет на то, что происходит в Латвии. Да, ну вот, я смотрю, что нет у нас оптимизма в сегодняшнем интервью. Ну, оптимизм, ты понимаешь, оптимист, во-первых, говорят, что пессимист это хорошо информированный оптимист. Во-вторых, в чем оптимизм? В том, что все становится, в этом вопросе, во всяком случае, все становится все хуже, хуже, но мы до сих пор живы и как-то, ну, нас еще не посадили. Поэтому, мне кажется, что, ну, если мы говорим о том, что действительно, что ужасно, это вот удалованные процессы, которые, ну, сейчас все время идут против одних и других людей, которые, может быть, говорят глупости, но они таким образом реализуют свое право на свободу слова. Вот если они начнут их сажать в тюрьму, а к этому вот-вот приближаются, то вот это, эта вещь, конечно, ну, ужасная, и там уже нельзя будет вот так вот легкомысленно шутить, что мы с тобой об этом говорим, потому что это действительно... Ты думаешь, что может дойти до этого? Я не знаю, но прокурор попросил Гальгапоненко по первому делу, где вообще ничего против него нет, попросил полтора года тюрьмы. А второе дело, которое тоже уже началось... А, еще и второе, да? Еще и второе дело, которое уже началось, которому зачитали обвинительное заключение, там просят значительно больший срок. Там, возможно, значительно больший срок. И там он же четыре месяца отсидел. То есть это... Это вещи, да, очень неприятные. И, ну, передано в прокуратуру дело против Филея, передано в суд дело против Юрия Алексеева. То есть это такие вещи, которые действительно тут уже не дошли. Да, но может быть, это тема отдельного разговора, потому что здесь, наверное, всегда может быть место для дискуссии, где кончается глупость, начинается там, не знаешь. Ну, вот я считаю, что если статья о свободе слова, она уже хороша тем, что она говорит, что есть такая свобода слова. А свобода слова – это свобода говорить каждому человеку, что он думает. И, конечно, дурак думает глупости, а подлец думает подлости. Но если он это говорит, так мы лучше понимаем, что он из себя представляет. Поэтому судить за это это уже ни в коем случае, на мой взгляд, не приемлемо. Александр Гильман у нас был в студии, и большое спасибо.